Мы разговаривали сегодня о том, как Господь посылает людям откровения в их жизни. Я думаю, что люди получают откровения тогда, когда они Его ищут, когда оно им нужно от Бога. Мне в жизни повезло, очень сильно повезло, что я догадался о том, что нужно искать Божью волю и Божье откровение. Громче, да? До того, как меня арестовали в годы моей юности, как у всех нормальных людей, у меня была первая любовь. Верующая сестра, которая жила недалеко, мы вместе со всех собраний шли вместе. И так возникло чувство, где-то лет 16-го. На день своего покаяния я обещал Богу быть служителем. Дословно я сказал так, что все мое дыхание будет принадлежать Ему. Или точнее, до последнего дыхания, Господи, я буду служить Тебя. Вот уже скоро будет полвека. Это мое обещание. Я каждый день работаю на Него. И не могу обидеться на Господа, что Он мне дал мне исполнить то, что я Ему когда-то обещал. 19,5 лет меня арестовали. Но я уже чувствовал это по всем событиям, по всем признакам. И кроме всего, у меня еще была внутренняя духовная потребность пойти этим путем. Я начал проповедовать очень рано. Наверное, вот как я принял крещение, а до крещения я уже был руководителем молодежи. А когда принял крещение, то я уже, скажем, проповедовал в церкви. И в определенный момент я почувствовал несоответствие между своим словом и моральным правом на это слово. Когда молодой человек лет 17, 18, даже 19, говорит громкие призывы из кафедры, то это, как бы вам сказать, мягко. Хотя меня очень любили слушать, но внутри себя я нес как бы осуждение совести. Я понял, что мне для того, чтобы говорить то, что было внутри меня, мне нужно было пойти путем страдания. Поскольку было это время гонений, то, естественно, как бы, скажем, свой путь я видел как бы в лузах. И был даже такой случай, мы с отцом пошли на известный одесский толчок, может быть, вы слышали такое. Известный одесский базар. Только в Одессе можно найти такой большой рынок вещей. Одесса – портовый город. И вот раньше это были моряки, которые привозили вещи за границей, продавали. А сейчас идет торговля, как бы, скажем, пароходами, тепловодами. Везут товары в основном с Турции, везут с Польши, везут с Китая. И, можно сказать, вся Украина проезжает к нам в Одессу, оттоваривался. Вот. И мы с отцом как-то пошли. В те годы еще были на рынок. И вот продавали тогда китайское белье такое толстое, теплое белье. – Дружба. – Я не помню, как называлась. Я говорю, что давай копим. Он так на меня удивленно смотрит, потому что я вообще не любил носить белье. Слово «кальсон» – это было стыдно для мальчика. Я вообще ничего не носил. Ну, там зима небольшая. А тут я вдруг говорю, копим. И я внутри себе понимал, что оно мне надо будет в воду. А еще как бы не было свидетельств и признаков того, что меня посадят. Вот. И так случилось, что 18 октября 1968 года арестовали моего друга и ряд братьев. Вот. И бабушка моего друга прибегает к нам домой. Мы рядом жили. Говорит, Шурик арестовали. Ну, я уже сразу понимал, что если его арестовали, мы были два… Он был рейтинг хороший, был постарше меня, был руководителем молодежи. Я сразу подскочил с постели. И только я оделся, а тут уже слышу, значит, ворота стук. И кто-то из нас с домашних вышел, говорит, спрашивает Женю Абраслова. А у нас было два входа. Центральный вход и калиточка. Вот. И я, значит, через калитку, через железную дорогу, там жила сестра. Я говорю, пойдем, знаешь, что там. Она приходит, говорит, с работы приезжали, тебя ищут. А я уже как бы понял, значит, что там. И вот в этот день, как бы я, значит, я понял, что раз арестовали друга моего, пошел к нему туда дымой, а там уже готовят передачу. У них его отец сидел уже, второй раз сидел, он был просветил церковь, и там как бы в семье знали, как передачу, как все. Как это? Это Шевченко Николай Павлович. Он умер в 69-м году, мы были под следствием, но он умер в 69-м. Его выпустили, нас судили, а его выпустили. Он безглада был, да? А? Да. Да, да, да. Вот. И как бы Бог мне дал один день для того, чтобы решить все свои дела. Я сходил к родственникам, попрощался. Просто вечером я прошел в собрание, и, как бы, значит, братья мне предложили выходить на нелегальное положение. Вот. А я, мне это так было стыдно, говорю, братья, как же я молодежь учил верности, вдруг теперь я уйду на нелегальное положение. Ну, через 12,5 лет на нелегальное положение даже подразумевалось не прятаться, а быть служителем. Ну, какой это служитель? Я говорю, пойду отсижу срок, а второй раз я уйду на нелегальное положение. И так все получилось. Потом через 10 лет я два года пожил, и опять за мной пришли, и я ушел на нелегальное положение. И будем еще 10 лет. Это уже тот второй срок как бы нелегального. Я уже, как бы, совершал служение в совете церкви. Кстати, Евгений Никифорович сидел в том лагере, где я сидел. В городе Дзержинский. В Донецке новости. Я сидел первый там, он после меня там сидел. У меня ушли в ссылку, потом я пять лет отсидел, а потом он там в том лагере сидел. Если будет возможность передать ему проведение. И в том числе у меня было обязательство перед этой сестрой, с которой как бы я дружил. Ну, как бы мы дружили, я предложение не делал, потому что жениться не собирался. А Любовь говорит, не картошка, в окошко не выбросишь. Ну, и я оказался перед, как бы, ну, перед такой ситуацией, когда я сказал, а то должен был говорить и бы. А я, как бы, вообще таких строгих правил, в смысле, обязательств перед другими людьми. Я понимал, что я должен, я не могу оставить ее в неведении. Ну, и поскольку была Любовь, то я, как бы, с ней встретился и сделал официальное предложение. Вот. И так мы расстались. После, на следующий день я пошел на свое место работы, меня верующие провели. Там на месте работы меня арестовали. Подъехала Волга, вышли они. Я показал, 5 минут дайте нам. А я, как бы, сам пришел. И мы стояли возле контрольки и ждали, когда они уже приедут за мной. Вот. И они дали 5 минут. Мы запели псалом, помолились. Я со всеми прощался. Друзья мои заплакали. Я пошел, значит, в машину. И так мой начался путь возника. Полгода мы были под следствием. У нас было девичьих братьев. Полгода мы были под следствием. И троим из нас, одесситам, дали 5 лет лагерей и 5 лет сумки. Вот. Когда я пришел в лагерь, привезли меня на Донбасс, в город Зерживск. Там вот 5 лет я был. Вот. И когда, значит, меня привезли, через какое-то время я понял, что я должен написать этой сестре письмо. Потому что срок большой. Одно дело – это срок, а срок большой. Я как бы ей написал письмо, что, пожалуйста, подумай смысл, и я предоставляю тебе свободу. Потому что срок большой. Ждать как бы это… Ну, она мне такое бодрое письмо написала, что, как Бог усмотрит, я буду ждать и так далее. И следующие два с половиной года у нас как бы велась переписка. Но она оказалась человеком недуховным. Ну, таким плоским христианином. И по моему посвящению Бога она никак не соответствовала. Я все время ей как бы писал письма. Она меня наказывала, значит, не отвечала на эти письма. Вот такая была как бы просто терзание души. Я вел дневники. Вот иногда я в своем дневнике писал, что, Господи, у меня во моем сердце большая любовь, но я никогда не положу на весы верность и служение Тебе и мою любовь. И я молился Богу, что, если моя любовь мешает, если это не от Тебя, то забери, Господи. Но представить себе, что я могу от нее отказаться, я не мог, такое было глубокое чувство. Вот. И вот так с таким надрывом два с половиной года как бы шло, я был, по сути дела, пленником своего чувства. Вот. И я даже, знаете, до такого как бы комизма делал, я не мог представить себе, что же моей женой может быть, скажем там, девушка или сестра, которая не знает моих товарищей по школе. Вот такая фантазия детская. Ну, я уже был, если три года пошло, уже двадцать два года мне было. Ну, можно понять молодежь, когда они как бы, у них какие-то есть идеалы. Вот. Ну, я все время молился Богу, вот, очень было искренне отношение с Богом. Очень у меня было, ну, хорошее такие, ну, молитвенное общение с Богом. Утром и вечером я просто был в объятии Божьем. Я рано вставал в полшестого и пока еще в лагерь спал, я полчаса самое малое проводил молитвы. И вечером так же самое я ходил, молился Богу. Вы знаете, это было не с принуждением, не с обьяненностью, а это было, ну, просто, как бы, вот, такое дыхание. Я не растворился почему-то в этом мире. Ну, как бы, я много книг читал, но вот мое общение с Богом никак не пострадало. Оно только, как бы, вот, оно, правда, и в молодости так было. Сейчас не буду есть, не надо. Потом за вознаграждение. И, значит, в лагере случается сильнейший бут. Сильнейший бут. Значит, у нас, наш лагерь свозили со всей Донецкой области, свозили немых заключенных. Вот. Ну, поскольку с ними надо специфическое отношение к ним, то, как бы, их всех свозили в одну зону. У нас их было, там, человек 100-150, может быть. А поскольку они такие несчастные люди, они сильно группируются. Они были, как, жили, как одна семья. И, да, да, да. Это вот. И, значит, они были очень наглые по отношению к другим говорящим. Вот они, например, заходят в баню. А там же, как бы, баня общая там вот. Раздевалка так вот просто. Потом заходишь, душ. Вот. И вот он выходит и идет, что ему нравится содержит. Он берет себе, вот, там, майку, там, рубашку, там, брюки, значит, вот. Взял, одел и пошел. Человек его догоняет, значит, мол, что ж ты мое взял? А их сразу пять, десять, пятнадцать, га-га-га-га-га-га-га-га. И все. Человек чувствует, что он еще рот откроет. И они его, как бы, просто его... И вот так они во всем они нагло действовали. Где они подойдут, а сразу их много, они организованы. Один за всех, все за одного. И однажды, значит, случилась сильная перебранка. Там из-за теннис что-то там произошло. А они уже, пока потом, оказывается, собирались и договорились отомстить всем своим врагам. Потому что были такие... Зона была такая, называется, воровская. То есть там воры, вот эти блатные, они, как бы, держали порядок. И было хорошо. Было хорошо. Не было воровства, не было кражи. Никогда никто никого не обидит. Никогда. Был закон. И, допустим, если проигрался, должен отдать. Вот. Но забрать не отдам. Это... Конец уже? Нет, пять минут еще. Пять минут. Ну, и потом второй раз наложите. Вот. В общем, они поклялись отомстить говорящим и устроили большую ревизу. Ну, говорящие сумели сгруппироваться, и вся зона поднялась и стала их вылавливать, сбрасывать с этажей, пожарными крюками такими, за что схватили на кучу. В рабочей зоне металлические детали, там, сельскохозяйственные машины. Вот этими вот били их, раскалывали так вот голову и наложили большую кучу. Потом, значит, кто-то крыкнул бензином облить и зажечь кучу. А я, значит, говорю, вы что делаете? А я как бы смотрел на него. Вы что делаете, ребята? А тут кто-то говорит, бери его на меня. Кто-то говорит, это святой. Мы вот так как бы... Толпа была в таком экстазе. Они бегали, глаза вот такие. Это трудно представить себе, понимаете? Но тим, не орали. Это все было, вот, знаете, как в фантастическом каком-то фильме. Все было тихо. Но просто вот они бегали, рубили, ломали, жгли. Зона горела, там, значит, они закрылись в одной секции, и туда забросили жару с кочегарки. Зона горела, вот. А те выпрыгивали, их просто убивали, вот. И так далее. Ну, в общем, такой бун случился. Долго в этом разбирались. Генералы приехали к нам. И вот через несколько дней после этого, приехали следователи, и, значит, там человек в стоне было. И быстро начали все эти допросы. И ко мне приходят знакомые, говорят, там фигурирует твое дело. Что ты, значит, тоже участвовал. Ну, я понял, что меня могут как бы под этот шум, меня тоже могут, скажем, раскрутить статью вот такую. Что еще интересно? Когда вот это все безумие было, представьте себе, вот я подхожу, смотрю, у человека глаз вытек потом. А второй открыл и увидел, что я смотрю. Он же живой. И закрыл, значит, чтобы никто не видел. Потому что если живой, надо добить. А кто-то увидел, кричат, бей его. И я, значит, вот это же все наблюдаю, и вдруг я чувствую, что во мне нет чувств. Вот констатирую факт, во мне нет чувств. Я так испугался, выхожу, значит, вот в темное место, поднимаю глаза от неба и говорю, Господи, что со мной такое? И потом я понял, что Бог защитил мою психику. Вот все я вижу, никаких чувств нет. Вот так, понимаете, Господь защитил мою психику. Через несколько дней уже, значит, лагерь вошел там, увезли всех этих зачинщиков. Получаю письмо от своей невесты. Письма порви, фотографии вышли. Мне надоело быть вдовой. Ну, я ей тут же отвечаю, значит, ты свободна, дай Бог тебе счастья, я ничего к тебе не обвязываю. И все. И я как умер. Вот как там я не чувствовал ничего, а вот здесь у меня потерялись всякие чувства. Я не молюсь, не ропщу, не переживаю. Ну, вот, вы понимаете, вот хожу на работу, делаю, отвечаю, но у меня нет никаких эмоций. Я прихожу с работы, ложусь вот так вот. Депрессия, депрессия у тебя. Вот. И вот так подушку одеваю, чтобы никого не видеть, ничего не слышать, и проваливаешь в темноту. И так три дня. Третий день – это воскресенье. просыпаюсь, смотрю в окно, смотри, солнце. Весенний такой красивый день солнечный. Цветы. Я смотрю, такие цветы, деревья цветут. И вдруг я вспоминаю, что я в депрессии, как она говорит. Ищу, где эта депрессия – нет. Я спугался. Думаю, опять что со мной происходит. Чувствую. Думаю, живой. Цветы, значит, вот, поют. У меня в душе Господа хочется славить, благодарить. И вдруг я обнаружил, что я свободен. Понимаете? Я свободен. Вот это чувство любви, какое мне было, я от него свободен. И я понял, что я был одержим. Я был до этого одержим любовью. Я мучился два с половиной года. Ну, то есть, это не было Богом дано. Это было чистое чувство любви, но оно меня контролировало. Вся моя жизнь вращалась вокруг этого чувства. Я у Бога не спросил, позволил развиться этим чувством. Поэтому, по-человечески, я был обязан сделать предложение. Вот, и два с половиной года я мучился. И вдруг Господь мне дает свободу. Полную свободу. Остальные два с половиной года – это было чудо. Я был в таких близких отношениях с Богом. У меня было столько интересных идей, о которых нужно говорить. Я даже придумал такой тип об Апсаму. Вот, в Аптистский союз молодежи. Устав написал, значит, там. Значки, там, тысяч, несколько тысяч отштамповал. Отключил специалистов к этому делу. Ну, такие юношеские грезы. Но, как бы, скажем… И я тогда дал Богу обещание, что, Господи, вот, первый выбор я сделал я сам. Вот. А теперь я буду ждать, когда ты мне скажешь свою волю. И пришлось мне долго бороться. Вот. Но, как я обещал Богу, так и сделал. Конец первой части. Не будем рассказывать, как прошли вторые полсрока. Потом был очень интересный этап. Меня провезли с Донецкой области. Аж до Хабаровского края села Богородска. Десять тысяч километров. Меня провезли через очень много тюрем в России. Только сутки везли вдоль Байкала. Мы думали, кричали надзирателю, дай посмотреть Байкал. С той стороны. Через окошко этого столыпина. И прыгали, значит, вот, и пытались увидеть его. Легли спать, а проснулись. Значит, вот. А все Байкал. Привезли меня в Хабаровскую тюрьму. Это уже была какая-то последняя тюрьма. И в Хабаровской тюрьме я… Там было много людей, сильных, которые ожидали во все концы. Север. И на Камчатку шли, и в разные места. На север туда отправляли. Ну, я не знал, куда меня отправят. Интересно, я так сказал, что если бы меня с той стороны просверлили земной шар, и с той стороны меня выпустили, я бы там нашел верующего. И вот нас человек шесть, может быть, попарно сковали наручниками. Посадили в самолёт, кукурузник, если вы помните. Такой был советский самолёт. С тряпочными крыльями. И вот он, значит, поднялся. Солдаты с автоматами, четыре человека было. Вот. Нас застал штор, штормовый ветер со снегом, такой буран. В Комсомольске на море сделали посадку, переждали. Снова поднялись. И вот через несколько часов приземлились, значит, вот в селе на лыжах. То есть там, в этом поле не было взлётной полосы. Самолёт на лыжах приземлился. Вышли. Стоит такое деревянное здание. И написано, село Богородское. Вот в этом селе мне пришлось, значит, ещё быть пять лет. Если говорить коротко, то... Там была одна бабушка, восемьдесят шесть лет, вот как ваша мама. От церкви. Там была церковь. Эту церковь в тридцать седьмом году уничтожили. Остались вдовы, они умирали. Вот остался последний корень. И когда я к ней постучался, рассказал свою историю, она заплакала. Теперь я понял, почему Господь меня здесь держал. Через несколько дней мне пришли деньги. Я пошёл, купил приёмник ВЭФ. Помните такое произведение? Хорошо брал. И мы стали с ней слушать христианские передачи. И одна за другой пришли её две дочери. Пришла невестка и пришёл сын. Все её дети здесь пришли. Один сын тысяча километров там был. И он покаялся. Есть такой брат, Германюк Степан Григорьевич. Его туда послали, и он там... Он у нас покаялся, потом приехал там и принял крещение. И вот на базе этой семьи возродилась церковь, которая живёт и поныне там. А параллельно я стал молиться Господу о том, чтобы Господь послал мне жену. В это время я жил в такой маленькой избушечке. Если завтра я буду показывать вам этот слайф-фильм, то я там покажу. Видно, это избушечка, там я жил. И в это время повесили... Остапенко. Ивану Григорьевичу Остапенко повесили. Это мой подельник был. Пресвитер Сила Шевченко. Вот. Там целая история связана с его братом Дубовым. Вот. И поскольку он, как бы скажем, был пресвитер, там церковь отступила от истины. И его спросили, как ты проедешь, как ты будешь. Он говорит, как я шёл до этого, я так буду идти. И этим он вынес себе приговор. Его за месяца полтора или два до освобождения его повесили. Инсценировали самоубийство. Ох ты. И такое было, как бы, переживание, значит, вот за меня. А милиция, вот я сплю, значит, дверь дёрнули, с крючка сорвали, посветили. Ты живой, ещё живой, но живи пока. Вот так, как бы, морально меня отравляли. И я стал молиться, чтобы Бог дал мне жену. По сути дела, обслуживать я себе за эти годы научился. Дома я не умел тюльку чистить, не умел рубашку гладить. Вот. Ну, брюки, правда, умел гладить. Всё остальное мне делала сестричка. Мама у нас тоже болела. Два лектора группы была. Ну, а за годы, как бы, лагерь я уже научился всё. До сих пор остановиться не могу. Жена даже ругает, когда я на кухне в доме. Но, как бы, те люди были новые. Я, как бы, стал молиться, чтобы Бог мне, как я послал жену, показал. Много разных писем мне приходило. Я, конечно, все эти письма отклонял. Папа меня очень сильно принуждал. Ну, ему откровения были те, другие. Значит, вот они там подыскивали мне подходящую пару. Вот. Но я говорил, папа, если Бог ответил тебе, пусть отведи ты мне. Даже был такой случай. Мне дали 20 дней отпуска. Когда я шёл этапом, то КГБ оставило приложение по линии КГБ у себя. А обычно в головное дело... Хабаровский. Хабаровский. А обычно в головное дело оно пришло. Я, как бы, поработал месяц. Иду в милицию. Отпустите меня. Да, сейчас позвоним. Спрашивают, как он работает. Хорошо. Ну, дайте дело. Они открыли. А там только благодарность, значит. А руководство действий по линии КГБ оставили там. То есть наше дело состояло из двух частей. Они, не зная этого, дают мне 20 дней. И я, недолго думая, на самолёт домой приехал, значит. Вот там, конечно, все на ноги поднялись. Милиция. Меня стали вызывать. А у меня всё законно. Они думали, что я, значит, вот... Меня не должны были отпустить. И вдруг отпустили. И вот родители меня решили женить. Вот. И так на меня наступили сильно. И я... А я сопротивляюсь, потому что я Богу дал обет. И как-то уже так сильно это было. Открывая Библию. Говорю, Господи, ну скажи мне, что я должен делать? Потому что логически всё правильно. Я приехал. Тут можно сделать выбор. Можно меня обвенчать. И приехали себе вдвоём. Праздник. Всех довольны. Я не могу переступить через своё слово. А Бог молчит. Я говорю, Господи, что мне делать? Открывая Библию. Ложу руку. Читаю её. Завет положил глазами своими не помышлять о девице. Я все вопросы снял с повестки. Дня меня одного провожают. Проезжают туда. А тут уже собрание. И у них вопрос. У тебя невеста есть? А я же знаю, что у Бога она есть. Говорю, есть. А они открытки перебирают. И, значит, вот. А вот твоя невеста. Когда я уезжал, молодёжь написала мне открытки. А вот твоя невеста. Смотри, вот сестра открытка обыкновенная. А я Богу, значит, боялся какие-то условия ставить, чтобы они нечаянно не совпали. Я сказал, Господи, ну, во-первых, конечно, я должен быть сто процентов верен, что это твоё слово. Видимое подтверждение – это все, кто должен сказать благословение своё, все должны сказать «да». Церковь, там, родители, значит, вот. Вот для меня это и есть твоя любовь. Интересно, тут, значит, они мне на эту открытку указывают, но я не обратил внимания. Молюсь Богу. Бог не отвечает. Ничего, никаких симптомов. Вот. А меня привезли в январе. Что-то на сердце мне легло, что, значит, когда там молния. В начале мая ледоков. В начале мая ледоков. В начале мая ледоков, вот, начинается. Ломается там двухметровый ледень, и они ломаются. Вода подымает, они ломаются, шум такой, значит, вот. Вот. Всё это вот так вот крошится. И река, вода сталкивает этот лёд. На берег выбрасывает его. И сутки, допустим, там, или двое это произойдёт, и тут чистая вода. И вдруг я, как бы, понял, что это так будет. Начался ледоход, я радуюсь. Ну, всё закончилось, я прохожу в воду, так вот смотрю. Ну, и жду. Жду, жду, жду. Я говорю, Господи, что? Он говорит, что, что? Я говорю, ну, что ты ничего мне не говоришь? Он говорит, что я тебе должен сказать? Ну, мы же, я говорю, как, вроде договорились. Господи говорит, я ничего не говорил. Я вверх, если начинаю соображать, что-то я сам себе придумал. Опять разочаровался. И начал молиться Богу, Господи, если ты не хочешь, чтобы я женился, скажи мне чётко, ясно, я, ты знаешь, я твою волю исполню. Вот мне Бог привёл к такому сознанию, что я готов был, как бы, скажем, быть, как Он определит. И в это время вот повесили, значит, этого Остапенко, переживания такие, вот. Ещё Тайга загорелась, сильные пожары были вокруг, охватили такой весь сумрак роман, всё. Вот. А мне одна сестра пишет. Я так, как вы знаете, чувствую, кто-то, кто-то там 10 рублей положит в конверт, кто-то тёплый открыточку, вот. Ну, и я обычно задерживал письма, чтобы не создавать никаких предпосылок, чтобы не упал. Вот. Ну, и вот однажды прихожу, а такой домик был, там в нём нельзя было весь расстать. Между балками можно было ходить, поперёк нельзя было, такая охатка низкая. Ну, я снимал такую охаточку. И вот с работы пришёл, я работал столяром, встал, лёг на подушке, вдруг... А, письмо получил. Прочитал, наверное, письмо от сестры. Лёг отдыхнуть, глаза закрыл, вдох, мысль. А может, это тебе ответ от Бога? Я, как бы, опять. Может быть, тебе этот ответ от Бога? Но я, как бы, опять, я тогда смотрю. Опять очень быстро. Я так, как он встал, подумал, я говорю, Господи, ты что хочешь сказать, что Мария будет моей женой? Говорит, да. Вот, слышу, я на колени. Я говорю, Господи, я тебя правильно понял? Да. Я встаю с колен туда-сюда. А опять, Господи, ты хочешь это сказать? Да. Да, да, да и да. Я не знаю, сколько я раз встал на колени, но последний раз встал и сказал, Господи, всё, я тебя понял. Благодарю. Вот. И после этого я пишу письмо родителям. Бог мне открыл. Мне же надо теперь контрольный, как бы, вот, ответ. Описываю письмо и пишу, значит, ответ дайте телеграммы. А письмо неделю туда идёт, туда авиа… Две недели. Две недели, значит. Туда и две недели назад, месяц. Ответ – телеграмма. Приходит телеграмма по решению твоим согласным. Я тогда… Так это… Вы с той же местности? Вы с той же местности? Она с села приехала, я знал один год или два года. Один год. Один год. То есть, мы были плохо знакомы. Ну, у моей молодёжи было год. У неё была такая шуба, я думал, что она сильно богатая. Искусственная шуба. А потом, когда поженились… Ну, как бы, знаете, такая шуба у неё у всех была. А потом, когда поженились, она мне рассказала, что это искусственная шуба. Ну, я не за что бы её взял. Пишу, значит, ей письмо, описываю всё. Ну, как всё. Я пишу, что если ты христианка, ты поймёшь, что любви тебе не пишу. Я, служитель, предлагаю тебе выйти за мир замуж и пройти вместе в мой путь служения Господа. Вот. Если ты согласна, дай мне руку твою, есть такое место в Писании. Расположено ли сердце только мне так, как мы… Ответ телеграммой. Значит, приходит телеграмма, жди письмо. Получаю письмо. Вот. Оно где-то в воду попало. Пригляделся, понял, что над ним плакали, когда писали. Вот. И она мне даёт ответ, что она согласна. Вот. Тогда я пишу церкви. Письмо. Вот. И, значит, на общем собрании это письмо зачитали. Я, как бы, всё это описал. А имя в конце. Когда брат читал это письмо, я просил благословения церкви. Когда брат дошёл до конца, значит, вот, он остановился. А всех имя, имя, значит, имя. Ну, и когда он, значит, имя назвал, имя, все подходили, её поздравляли. Подходит моя бывшая невеста. Пожимает её руку. Поздравляю. Я говорю. Я говорю такие слова. Я так и знал. Угу. А у нас она была, скажем, у ней был жених. У неё много было. Вот. Понимаете? То есть, нет, у этой сестры. Угу. И я, как бы, ну, понимал, что… Ну, дело даже не в этом. Мне уже не интересовало, кто был, мне Бог дал. И потом Михаил Иванович Хорев, если вы знаете такого брата, две мамы приехали, привезли её мне. А Михаил Иванович Хорев приехал. Отдельно самолёт. Значит, была непогода, все разошлись, а ему некуда было идти. Летит. И, значит, там мы звонили, и говорят, самолёт летит и везёт одного пассажира. Мы говорим, это наш брат. Его привезли. Кишинёвский хор. Была запись, и Кишинёвский хор с магнитофона пел, и у нас там на Гвинчан. Вот. Мы ночь провели с ним в беседе, и утром мы с ней пошли, провели его. Он уехал, а мы вот так начали жить. Двое детей у нас там родилось. Я приехал. После ссылки мы вернулись домой. Приезжали, плакали. Нам так дорого было это место. Приехали домой. Я устроил семью. И через два года ушёл... Через год. Через год. Через год ушёл на нелегальное положение ещё на восемь лет. Вот. Ещё на восемь, десять лет я совершал служение в Совете Церкви. Конец второй части. Я не могу жить дома, потому что была угроза арестовала. Нелегальное положение? Возле дома постоянно дежурили, чтобы меня арестовать. У нас был тогда пресвитером Бойко. Вот его арестовали, а меня дома не было. Я, кстати, ездил туда через... Богород через... Богород через... Это Николай Бойко? Да. Он был у нас пресвитером. Он не наш пресвитер. Он с Вознесенской переехал, его избрали. И вот нас должны были двоих арестовать. Его арестовали, а я просто дома не был. Когда домой пришёл, вчера был обыск, а сегодня я пришёл. И она говорит так и так. И мы пошли вечером на собрание. Я доложил Церкви о ситуации. Церковь приняла решение, чтобы я уходил на нелегальное положение. Вот точно как первый раз я сказал, что я отсижу срок, а потом уйду. Точно так и получилось. И поскольку я уже был свободный, тогда меня пригласили уже совершать служение в Совете Церкви. И я совершал служение в Совете Церкви. Очень часто общался с Геннадием Константиновичем. Год-два, может быть, три раза я был у него на 4-й. Его штаб-квартире. Вот в этот спортс-город был. По делам служения был в Казахстане, был в Ташкенте, в Джамбуле, во Фрунзе. Ну, по всему Советскому Союзу. Большей частью я работал, конечно, здесь, на юге Украины. Я отвечал за Одесскую, Херсонскую, Николаевскую область. Когда Хорев был арестован, я отвечал за Молдавию. Кроме всего, я курировал музыкально-хоровой дел и серьезным образом, значит, занимался издательством. То есть, я был ответственный за филиал, южно-украинский филиал издательства «Христиан». Начал он с нуля. Само свою лакопрофессию. Нам, Геннадий Константинович, мне передал оборудование. Вот. У нас была отдельная бригада, которая издавала… Мы издавали, если вы помните, календари такие были цветные, перекидные. Стенные календари большие были, цветные перекидные. Потом были эволюционные такие, как крестовочки. Буклеты. Буклеты. Вот. Потом учебники. Был отрывлен Мала, там было серия 2.7. То есть, наше издательство, оно делало не по точке, не тиражировало просто продукцию. Мы в несколько цветов печатали вот такие… Как бы я сам составлял план, вот, и мы по буквочке набирали, это был очень сложный процесс, и печатали. Ну, то уже будет пятая серия. Вот. А сестре надо отдыхать, потому что…